Курортный городок Марморис облюбовали давно состоятельные голландцы, немцы и англичане. А уж эти туристы знают толк путешествий. Хочу отметить курортные зоны Мармориса. Их в принципе три, включая сам город Марморис. Это Ичмиллер, это Турунч и Сарегерме. Те, кто ищет активный отдых, конечно же предлагаю разместиться в городе Марморис. Городок очень компактный. Буквально пару лет назад население насчитывало всего 34 тысяч человек. А особая нотка курорта в том, что здесь сливаются два моря. Я забыл последнюю фразу. И Марморис, конечно, является самым зеленым курортом Турции. Без сомнения город Марморис можно уже назвать европейским курортом. Вы попадаете в определенную дружественную, дружелюбную атмосферу. Такую приятную летнюю суету, где нет никакого напряжения, где за вами никто не следит, никто ни в коем случае не осуждает. И вы никому не нужны, и вам никто не нужен. Это вообще прелестно на самом деле. Здесь не стоит ограничиваться сервисом отеля, напомню вам еще раз. Прогулки по маленьким улочкам Мармориса напомнят вам Грецию или, возможно, Испанию. Все это отличает город Марморис от классического понимания отдыха в Турции. Многие говорят, я был в Турции 100 тысяч раз. Если ты не был нигде, кроме Анталии, то ты не был в Турции. Ты не видел Каппадокию, ты не видел Кушадаса, ты не видел Бодрум, ты не видел Фетхе, ты не видел Марморис. Поедешь в Марморис, и ты увидишь, что это совсем другая Турция. Это совсем другой отдых. Ну что же, немного о погоде в бархатный сезон. Вторая половина августа, сентябрь месяц. Это самое то, когда, на мой взгляд, нужно отдыхать. Почему? Во-первых, масса туристов съезжает домой. Температура воздуха опускается до 28-25, очень лояльно. При этом вода сохраняет температуру 23-25 градусов. При этом никаких ветров и смены сезона климата еще нет. Самое время отдыхать. Вторая половина августа, сентябрь месяц. Итак, время полета из Киева в аэропорт города Даламан составит 2 часа 30 минут. Ну, летает несколько авиакомпаний, выполняя чартерные рейсы. На борту кормить не обещали, поэтому возьмите что-то вам приятное, вкусненькое похрумтеть. Ну, пару слов о багаже. Вы можете с собой взять чемодан 23 килограмма и ручную кладь 7 килограмм. Но я бы не тащил на вашем месте лишнего. Я лично летаю налегке. А как это сделать, смотрите в ролике Арины Журавлевой. По прилету в город Даламан действуйте, как указано в нашем ролике, первый раз в Турцию. Очень хороший ролик, мы там подробно все рассказали. Вы забираете свой багаж, встречаетесь с гидом туроператора. И на трансфере, на автобусе, на групповом или, может быть, на индивидуальном, буквально 1 час 15 минут по шикарным роскошным горным серпантинам вас доставят в город Марморис. И далее поговорим немножко о ценах, экскурсиях, развлечениях в городе Марморис. А пока подпишись на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех свежайших событий в мире туризма. Сейчас я хочу отметить, ну пусть будет 5 отелей, 5 звезд, которые стоят в топе продаж агентов нашей сети. И которые нравятся не только агентам, но и нашим туристам. Итак, это Марти Ла Перла, Аква, Марти Резорт, Гранд Языще Клуб Тюрбан, Блю Бэй Платинум. Кстати, узнать стоимость на проживание в этих отелях очень легко. Просто зайдите на сайт hottour.com.ua и оставьте заявку на расчет тура в этот отель. Пишите в комментариях ваши вопросы по поводу перечисленных мной отелей. Или если вдруг не было здесь, в этом списке отелей, которые вас интересуют, конечно же, напишите, прошу сделать обзор, либо какую-то сделайте пометочку. Мы обязательно для вас его рассмотрим и сделаем отдельный сюжет. Ну, конечно же, Марморис курорт демократичный не только по своей атмосфере, а также и по ценам. Сюда рекомендую обратить внимание на отдых студентам, школьникам, детсадовцам. Ха-ха-ха. Детсадовцы, ладно, вам без родителей нельзя. Ну, можно, по доверенности. Об этом смотрите в ролике Арины Журавлевой, как уехать в 5 лет отдыхать без родителей. Конечно же, курорт Марморис настолько демократичен, что там найдется место не только состоятельным туристам, но и обычным студентам. Ребята, у кого чек поездки где-то 500-600 евро на двоих, вам туда, не переживайте. Там очень кайфово. Сейчас я вам назову топ-5 отелей. Три звезды с рейтингом 9 из 10. Итак, это Фламинго-отель. Сан-Принцесс, Адлер, Марбас, Каза-Бланка. Ребята, проживая в этих отелях, конечно, вы не увидите роскоши в выборе еды, пляжей. Ничего страшного. Эти отели могут находиться как на второй линии от моря, так и на первой линии от моря. Город, повторюсь еще раз, очень компактный. Наверное, от самого дальнего отеля до общественного пляжа пройтись буквально метров 300. Вы же молодые. Что вам нужно? Гулять, гулять и гулять. Выбор питания, кстати, в этих отелях All-Inclusive, выбор питания всегда скромен. Но есть из чего выбрать. Это и рыбка, и мясо, и курочка. 3-5 видов салатов. Алкогольные и безалкогольные напитки. Все к вашему столу. Самое ценное в отдыхе в Мармарисе, я бы вообще не брал All-Inclusive, я бы брал Half-Board, то есть, прошу прощения, я бы брал полупансион, завтрак и ужин, либо просто завтрак. Потому что самая ценность отдыха в Мармарисе, это его окрестности, это сам город, это прогулки по набережной, это яхт-клуб, это улица баров, о которой мы говорим чуть позже. Это всевозможные экскурсии, природные, исторические. Это поездки на необитаемые острова. Если у вас есть мультивиза или биометрический паспорт, вы можете на пароме сходить на Денис в Грецию, в конце концов. Ну, давайте теперь остановимся более подробно о развлечениях в Мармарисе. Мармарис, в первую очередь, это город клубов и баров. Практически во всех заведениях при покупке одного коктейля, второй идет в подарок. Запоминайте, ребята. Если вы отдыхаете с детками, рекомендую вам посетить фабрику доктора Лукума. Эта фабрика имеет одну стеклянную стену, через которую дети могут видеть все аппараты, станки, на которых растягивается Лукум, растягиваются все эти сладости, карамели. И как все это делается, как мешается и превращается во вкусности, от которых нельзя никак отказаться ни взрослым, ни детям. Это их повернет в восторг, уверяю вас. Ребята, подписывайтесь на наш канал под этим сюжетом, оставляйте свои комментарии и вопросы. Конечно же, мы вам поможем разработать маршрут развлечений. Узнаем для вас, у местных жителей Мармориса, что посетить, где правильно пошопиться, куда съездить, что еще не видели массовые туристы, что можете увидеть. Вы впервые. Возле яхт-клуба, прямо под крепостью Мармориса, находится знаменитая улица баров. Ребята, это нечто уникальное. Днем вы ее не увидите. Она очень тихая. Это такая узкая улица, метров, наверное, 10 шириной. Длиной примерно метров 300. Но внутри, дверь в дверь, расположено более 100 заведений разного вкуса. Там найдется место и рокерам, там найдется место и байкерам, там найдется место и любителям хаоса, и клубняка, и чего только там нет. Улица баров начинает оживать примерно в 22 часа. И в принципе, в это время, к этому времени, многие отели отправляют бесплатные шаттлы, трансферы на улицу баров, чтобы гости отеля могли там прилично потусить. С 3 часов ночи шаттлы начинают бесплатно двигаться назад в сторону отеля. И если вы уже устали, то, конечно, можете вернуться. Если нет, то гуляйте до самого рассвета. Улица баров примечательна тем, что вход в заведение бесплатен. В каждом входе стоят зазывалы, они вас приглашают. Понятно, и словами просто, и могут вас приглашать на текилу, предлагая одну текилу в подарок, вторую платно. В общем, различные варианты заманивания. Никто не оказывает никакого давления. Ты можешь просто менять клубы каждые 5 минут всю ночь, переходя из одного в другой, возвращаясь в первый и так далее. Это очень необычайно, я вам скажу, времяпрепровождение. Я был там дважды, мне понравилось. Царит абсолютно демократичная атмосфера. Очень много молодых людей. На самом деле, очень клевое место. Затем все в 5 утра выходят оттуда и тихонечко разбредаются по своим отелям отдыхать. Пляжи здесь песчано-галечные. Они меняются. Может быть песок, крапление гальки, чистый песок, чистая галька. В зависимости от поселочка и района, где вы будете останавливаться. Напоминаю, что город славится большим количеством кафе, баров, ресторанов и ночной жизнью. Поэтому будьте готовы к тому, что отели будут с небольшой территорией и не обязательно в первой линии. Отели демократичные. От самого низкого прайса 3-4 звезды выбирайте. Не переживайте. Не надо цепляться за лунклюзи за первую линию. Выбирайте спокойно. Оставьте деньги на себя для того, чтобы посещать огромное количество экскурсий, огромное количество ресторанчиков, чтобы получить вдохновение. Отдыхайте, любите себя, восстанавливайте себя, чтобы у вас были силы. Это также курорт, где есть изысканные отели с очень высокой стоимостью. Любители истории порадуют древние города и крепости. Всевозможные замки, развалины, руины. Вам очень, ребята, здесь понравится. Это ваше место. Любители же экстрима ждут многочисленные развлечения. Влюбленных романтические уголки, а вас умиротворение и восстановление сил. Ребята, подписывайтесь на наш канал, чтобы знать, куда ехать. Задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии. Мы подготовим для вас подробную информацию. Спасибо, что были с нами. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова